всем привет сегодня я расскажу о обслуживании и установке нашей 250 модели это одна из последних версий 250 модели уже с помпой 5 тысячной поэтому тут немножко изменилась конструкция и немножко изменилась установочные размеры об этом сейчас я расскажу ну прежде всего основной это уровень воды в санте оптимальной воды уровень воды в санте в этой модели если визуально смотреть вода должна подходить под низ этой красной крышки помп это где-то 17 18 сантиметров глубина потом ну соответственно уровень должен быть постоянно чтобы не провели настройки далее чашка также снимается лучше когда снимать чашку вот тут вот пальцами распираешь и удобно есть куда упереться в эту площадку для глушителя на сухой она чуть-чуть уже снимается затем для что еще поменялось тут добавилась подкова с сеточкой да ну сеточка также как и в других моделей устанавливается можно так вот снимать можно попадать в одну сторону на перекосе так защелкивать если неудобно вообще нету доступа в санте нет возможности его наклонить или подвинуть то есть можно изловчиться вот так ставить потом если вообще трудно достать это все и и снять ее неудобно я у меня дома такая ситуация и то есть я приспособил для этого зубную щетку там феном нагрел ее изогнул так чтобы я мог подлазить ничего не двигая не снимая это можно почистить ее этот насос идет с контроллером из возможности управления удаленным доступом и с управлением с приложением поэтому я рекомендую настроить суточную паузу там в 10-15 минут чтобы во время этой суточной паузы вода заходит в воздушный канал что касается нижней части вот этой и если там какие-то отложения соли есть появились она их растворяет потом периодически чтобы промыть растворить эти отложения соли я также рекомендую это несложно сделать и очень быстро допустим вот так вот взять и эту трубочку ну по бедному по-быстрому это просто в соленую воду засунуть и там подождать она там провод соленой воды а если взять кипяток и в кипяток это будет более быстро и качественно сделано то есть она все то что там отложилась там промоется и если канал то перекрылся этим он прочистится и соответственно сразу он будет выдавать нужную пену потом одним из признаков что забился либо воздушный канал либо крыльчаткой либо это сеточка внизу один из признакам является изменение мощности на контроллере то есть если как правило если забивается сеточка либо крыльчатка смещается соотношение вода воздух в скиммере в сторону воздуха то есть вода придавливается или там если крыльчатка забита проход воды через крыльчатку уменьшается и мощность может снизиться если забивается воздух она наоборот может подняться потому что идет меньше воздуха и плотность смеси увеличивается ну и соответственно и нагрузка может подняться поэтому если у вас какие-то колебания мощности произошли а вы не регулировали это первый признак того что что-то забилось и до регулировки не надо сначала там поднимать регулировку а первым делом это надо прочистить дать ему время опять поработать а только потом регулировать также регулировать скиммер можно только до всех работ то есть до кормления до чистки любой чистки до любого вмешательства руками в систему фильтрации то есть воду даже если просто опустила руку как правило этого частиц жира с руки хватает чтобы пена упала если потом начинаешь регулировать после этого через время он как правило может взорваться и там переполнится ну теперь как его разбирать ну разбирается он также как все остальные снизу для этого необходимо открутить 56 винтов вот эти вот по периметру и один по центру и снимется мы придем до внутренней часть далее мы берем отсоединяем вот эту трубочку снимаем и можем извлечь вытаскиваем чуть-чуть в бок и приподнимаем и можем извлечь всю эту внутреннюю часть ну прям необходимости прочистить под заслонкой отложение песок даже что мы имеем тут помпа чуть-чуть другой конструкции уже идет в отличие от ранних версий на мой взгляд она более удобно тут вот эти вот три направляющих выступа ну более легко попасть и они как правило не могут выскочить уже как те два которые были в более младших моделей помп то есть тут можно не бояться что она как-то сойдет с них и пи и не даст установить опять же таки когда мы установили вал крыльчатку проверяем как она уходит она она должна совершенно легко ходить опять же таки не сдавливаем по бокам сильно можем повредить крыльчатку и ну и не ковыряемся чем-то железным там грубо применяя силу лучше промывать эту крыльчатку водой там струей воды либо поболтать в воде что еще как правило если используется эта сеточка до крыльчатки вообще ничего не доходит и и мыть можно крайне редко прославляю путь но сейчас покажу как вынуть камеру чуть-чуть мы по-другому собираем эту модель в отличие от ранних версий не вынимая вот эту трубочку с камеры я рекомендую и и не вынимать отсюда даже мы мы прихватываем тут клеем чуть-чуть чтобы она намертво там стала чтобы не подсасывал в этом месте воздух потому что хорошо плотно ее засунуть снаружи при такой длине и такой толщине ну сложно на нее давишь она там сторону уходит поэтому мы ее устанавливаем хорошо затанкиваем там клем капнули суперклеем и все больше сюда не лазим если надо ее прочистить этот канал он прямой и можно любой проволокой отсюда зайти и его прочистить ну так же при необходимости прочистить вот эту сетку это тоже крайне редко потому что до нее не доходит основное это фильтрует сетка собирается он в обратной последовательности пропускаем прихватываем винтом можно без помпы это все делать удобнее меньше массы попадаем этой трубочкой вот в это отверстие чуть-чуть не управлять может все попали вы вытащили теперь попадаем на тимбала проверяю мы можем собирать закручивать шнур у нас всегда со стороны сеточки так так Так, проверяем, как становится сеточка. Одеваем трубочку, устанавливаем помпу, ну, клетчатку можно, соответственно, очистить, не разбирая этот скиммер, так, снимая только помпу, лучше опускать вниз, вверх клетчаткой, чтобы если она упадет, и тут намного лучше держать ее за этот фланец. Эта крышка слетает, поэтому за ней ее держать и опускать вниз клетчаткой крайне не рекомендую, можно упустить, оно разобьется. Также, если удобно, то лучше вот так, в горизонтальном положении, потом ее поворачиваем. Попадаем, ну, и без усилия она должна повернуться. Ну, лишний шнур убираем. Ну, в общем-то, все по этой работе. Будут вопросы, пишите. КОНЕЦ